Безусловно, у каждого из нас есть права и обязанности, соблюдение и выполнение которых долг каждого гражданина. Российская Федерация – демократическое государство. В нашей стране принимаются меры к реальному осуществлению каждым гражданинам, предоставленных ему прав и укреплению законности и правопорядка. Обязанность соблюдать Конституцию и федеральные законы касается всех органов государственной власти, должностных лиц и граждан, что имеет особое значение для обеспечения законности в правоприменительной деятельности, стабильности и правопорядка в государстве и обществе. Здравствуйте, с вами программа «Принцип закона». К началу 2010 года правительство России решило сделать подарок пенсионерам. Для этого производится валоризация пенсий в 2010-м, что означает переоценку прав тех граждан, стаж которых длился в советские годы, а именно до 1 января 2002 года. Теперь трудовой стаж, наработанный в эти годы, переведут в денежный эквивалент. Радует то, что валоризация пенсий в 2010-м – это факт, подтверждаемый двумя федеральными законами, вступившими в силу именно в начале этого года. Каковы же итоги валоризации пенсий и чего ждать нашим пенсионерам? Наш репортаж из Российского информационного агентства новостей. В январе 2010 года Пенсионный фонд Российской Федерации, проведя валоризацию пенсионных прав граждан, выплатил пенсии в повышенном размере. В результате пенсии увеличились у 36 миллионов пенсионеров. Пересчет пенсий, их назначение и выплата с учетом валоризации прошли без сбоев во всех регионах страны. В ходе валоризации расчетный пенсионный капитал россиян, зафиксированный в базе Пенсионного фонда России по состоянию на 1 января 2002 года, был умножен на 10%. Помимо этого, расчетный пенсионный капитал был индивидуально увеличен у всех россиян, имеющих советский трудовой стаж, на 1% за каждый год трудового стажа. При валоризации были отменены ограничения по стажу. Я просто напомню, что при конвертации пенсионных прав в 2002 году стаж принимался максимальный для мужчин 45 лет, для женщин 40. С законом, который были в прошлом году приняты, такие ограничения были отменены. В результате порядка 11,6 миллионов пенсионеров смогли дополнить сведения о трудовом стаже, и таким образом валоризация позволила им дополнительно увеличить свою пенсию. Утверждение бюджета Пенсионного фонда на 2010 год на цели валоризации предусмотрено более 500, а точнее 502 миллиарда рублей. И эти средства в настоящее время выплачиваются. За два месяца уже выплачено свыше 80 миллиардов рублей. Прибавка от валоризации у каждого пенсионера индивидуальна, поскольку она зависит от стажа и прежнего заработка, на основе которых формируется расчетный пенсионный капитал. Итоги, которые мы подвели, говорят о том, что средняя сумма прибавки у получателей трудовой пенсии по старости составила 1090 рублей. То есть практически эти целевые показатели выполнены. В среднем можно сказать, что среди получателей трудовой пенсии по старости порядка 53% получателей получили прибавку свыше 1000 рублей. И прибавку менее 100 рублей получили всего 1,5%. Если говорить о Москве, например, то 32% всех получателей трудовых пенсий по старости получили прибавку от 1000 до 1500 рублей. И 28% свыше 1500 рублей. А какова же средняя прибавка к пенсии таких категорий пенсионеров, как инвалиды вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны и так далее? Если говорить о таких категориях пенсионеров, как инвалиды вследствие военной травмы, это прибавку получилось в среднем в 1715 рублей. Участники Великой Отечественной войны 1855, родители погибших военнослужащих 1040. Если говорить о региональном разрезе, то, например, в таких субъектах Российской Федерации, как Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, среднее увеличение размеров трудовых пенсий составило более 1400 рублей. Инецкий автономный округ, Аркангельская область 1300 и 1200. В марте 2010 года Пенсионный фонд Российской Федерации начал рассылку уведомлений гражданам, которые обращались в Пенсионный фонд России с заявлением о переводе своих пенсионных накоплений из одной управляющей компании в другую. В 2010 году такое решение приняли 2 миллиона 600 тысяч человек. Это на 300 тысяч человек больше, чем в 2008. Напоминаем, что 27 февраля 2010 года Пенсионный фонд России перечислил негосударственным пенсионным учреждениям и управляющим компаниям страховые взносы за 2008 год. И чистый финансовый результат от их временного размещения составил более 275 миллиардов рублей. Многие граждане задают вопрос, зачем проводится валоризация. До 2002 года пенсия в Российской Федерации рассчитывалась исходя из двух факторов. Из продолжительности общего трудового стажа и величины среднемесячного заработка лица, уходящего на пенсию, который складывался в определенный период времени перед выходом на пенсию, либо за последние два года, либо за любые пять лет на протяжении всей трудовой жизни. Таким образом, пенсионные права в старой дореформированной системе измерялись через стаж и через заработок. Эти две основные характеристики задавали объем пенсии. В 2002 году состоялся переход на принципиально новую систему. Эта модель основана на том, что величину размера пенсии задает не стаж и заработок, а объем страховых взносов, которые перечислены работодателем заработника на его индивидуальный лицевой счет. Соответственно, чем больше у вас зарплата и чем дольше вы платите с нее страховые взносы, тем больше величина у так называемого расчетного пенсионного капитала. В свою очередь, расчетный пенсионный капитал для получения размера пенсии делится на ожидаемый период выплаты. В среднем увеличение пенсионного капитала за счет валоризации составит 1431 рубль в месяц. Наибольшим эффект от валоризации будет для людей старше 80 лет. Прибавка в месяц составит до 1700 рублей. Пенсионеры до 60 лет получат прибавку к пенсии в среднем в размере 700 рублей. От 61 до 70 лет – 1300 рублей. От 71 до 80 лет – 1600 рублей. При этом на увеличенные таким образом пенсии будут распространяться все плановые индексации пенсии, которые производятся в течение года. Юридическая консультация для многих из нас давно стала насущной необходимостью. В нашей программе открыта рубрика «Помощь юристов», в которой вы можете извлечь для себя полезную информацию. Также вы можете писать на наш электронный адрес и излагать свои проблемы. По мере возможности наш юрист ответит на ваши вопросы или подскажет, куда вам обратиться. По теме валоризации наши телезрители задают свои вопросы. Пишет нам Нина Ивановна Полетаева из Тульской области. Я ушла на пенсию в возрасте 47 лет. При стаже работы более 20 лет. Мне дали первую группу. Попадаю ли я под валоризацию? Этот вопрос мы адресуем нашему юристу. Да, вы, как и другие пенсионеры, имеющие стаж до 2002 года, попадаете под валоризацию. Ваши пенсионные права будут пересмотрены в сторону увеличения. Следующий вопрос задает нам Мария Подушкина из города Новороссийска. Я родилась в 1940 году. Начала работать в 1957. На пенсию пошла в 1995 году. Но и сейчас продолжаю трудиться. До 1991 года мой стаж составлял 33 года, а сейчас 46 лет. Будет ли мне произведена валоризация? Этот вопрос мы адресуем нашему юристу. Конечно. При указанном трудовом стаже ваш расчетный пенсионный капитал, сформированный до 2002 года, будет увеличен на 10% за то, что вы имеете стаж до 2002 года, и плюс 33% за стаж до 1991 года. Анатолий Дропенко из Самары спрашивает. Мне 65 лет. Я инвалид второй группы. Имею вторую степень ограничения способности к трудовой деятельности. Мой советский стаж составляет 30 лет. Будут ли мне после валоризации в 2010 году платить единовременные выплаты? Послушаем ответ юриста. Проведение валоризации величины расчетного пенсионного капитала не взаимосвязано с выплатой ежемесячной денежной выплаты. Ежемесячная денежная выплата вам будет производиться либо с учетом стоимости набора социальных услуг, либо без учета, если вы оформляли отказ от него. Сейчас мне пенсию платят по второй степени, второй группы инвалидности. А как будет в новом году? Говорят, что степеней опять не будет. Этот вопрос задает нам Николай Пронин из Читинской области. Послушаем ответ юриста. С 1 января 2010 года в пенсионном законодательстве будет отсутствовать такое понятие, как ограничение способности к трудовой деятельности. Пенсия будет выплачиваться в зависимости от установления группы инвалидности. В вашем случае по второй группе. При этом пенсионеры, которые сегодня имеют степень ограничения способности к трудовой деятельности выше, чем группа инвалидности, также не пострадают. Например, человек имеет вторую группу, третью степень ограничения трудовой деятельности. С 1 января следующего года пенсия будет выплачиваться ему, как по первой группе инвалидности. Наталья Сидоренко из Ленинградской области задает свой вопрос. Что такое пенсионный капитал, сформированный на 1 января 2002 года? Я ушла на пенсию в 1994 году и работала до 2003. Возможно ли пенсионеру самому рассчитать свой пенсионный капитал? Поскольку с 1 января 2002 года введено в действие новое пенсионное законодательство, предусматривающее начисление пенсии, исходя из страховых взносов за период работы после 1 января 2002 года, всем пенсионерам осуществлялась оценка их пенсионных прав за период работы до 1 января 2002 года, путем создания расчетного пенсионного капитала. Эта оценка производилась и производится в настоящее время при достижении гражданам пенсионного возраста, исходя из стажей и заработной платы. Понятие расчетного пенсионного капитала затронет и те граждан, которые еще не достигли пенсионного возраста и не являются пенсионерами. Расчетный пенсионный капитал – это пенсионные права гражданина в денежном выражении. То есть нужно рассчитывать, какой размер пенсии или какую часть от размера пенсии гражданин заработал до 1 января 2002 года. Самостоятельно произвести расчет пенсионного капитала с учетом его индексации сложно. Перерасчет с учетом валаризации величины расчетного пенсионного капитала с 1 января следующего года будет осуществляться учреждениями пенсионного фонда в автоматизированном режиме. Ларису Смирнову из города Нижневартовска интересует ответ на такой вопрос. Пенсионерам этого года повысят пенсию за советский стаж. А те, кто уйдет на пенсию через год, останутся ни с чем? Нет, вы не правы. Валаризация будет распространяться на всех граждан, а не только на сегодняшних пенсионеров. В том числе и на тех, кто еще не достиг пенсионного возраста. Главное, чтобы эти граждане имели трудовой стаж до 2002 года. Если граждане имеют стаж с 1 января 1991 года, то им пенсия будет перечисляться с учетом увеличения расчетного пенсионного капитала по 1% за каждый год этого стажа. Если же до 1991 года не было стажа, то расчетный пенсионный капитал увеличит только на 10%. То есть в валаризации затронет пенсионные права всех граждан, которые имеют трудовой стаж до 1 января 2002 года. Мне 82 года, я ветеран труда, инвалид, не могу ходить. Получаю пенсию по старости 6 тысяч рублей и не могу на нее прожить. Очень дорогие лекарства. Что делать в этой ситуации? Анна Гулькина из Тульской области задает этот вопрос нашему юристу. Всем получателям трудовых пенсий с 1 декабря текущего года будет повышена базовая часть трудовой пенсии по старости на 612 рублей. А лицам, достигшим в отрасли 80 лет, в том числе и вам, на 1224 рубля. А с января 2010 года будет осуществляться валаризация ваших пенсионных прав. То есть ваша пенсия будет еще раз повышена. Пишет нам Юлия Симакова из города Люберцы. У меня умер муж. На момент его смерти мы были в разводе. Остался ребенок, которому сейчас 9 лет. Я не работаю, потому что ухаживаю за ним. Ему назначили пенсию по утере кормильца. А мне в такой пенсии отказали. Правильно ли это? К сожалению, правильно. Вашему ребенку назначена пенсия по утере кормильца, потому что умер его отец. Право на такую пенсию предоставлено также и супруге, которая не работает и осуществляет уход за ребенком, не достигшим 14 лет. После расторжения брака вы перестали быть супругой. Поэтому вам обоснованно отказали в назначении пенсии. Евгений Островский из города Уфы задает вопрос нашему юристу. Я работающий пенсионер, профессор госуниверситета. Начал работать в 1954 году на военном заводе в рабочей должности. С 1956 по 1959 проходил срочную службу в армии. Как этот период будет мне засчитываться? Год за два или вообще никак? На эти вопросы отвечает наш юрист. Вам выгоднее будет засчитать этот период в одинарном размере, как он исчислен у вас сегодня. При этом существует альтернативный вариант расчета. Пенсионер по своему желанию может выбрать другой вариант исчисления расчетного капитала с применением льготного исчисления в периоду службы в армии. Срочная или действительная военная служба в этом случае засчитывается в льготном порядке. Один месяц службы за два месяца. Но при таком исчислении меняется порядок определения расчетного размера пенсии, который подлежит ограничению, что в большинстве случаев для пенсионеров является невыгодным. Еще одно изменение установления пенсии по инвалидности в зависимости от группы инвалидности. С 2010 года пенсия инвалидам будет устанавливаться в зависимости от группы инвалидности, а не от степени ограничения трудоспособности, как было ранее. Это позволит увеличить размер пенсии тем, кто получает сегодня пенсию по инвалидности, а также назначить пенсию инвалидам, не имеющим степень ограничения способности к трудовой деятельности. В первую очередь валоризация поможет нынешним пенсионерам, которые имеют большой дореформированный стаж. По теме валоризации пенсии граждане высказывают свое мнение. Мне валоризация ничего не дала. Хотя я отработала в школе 40 лет и зарплата была более-менее, но меня сравняли с теми, которые работали 15-20 лет и которые маленькую зарплату, потому что им доплатил Лужков. Вот эта Лужковская надбавка. И все сравнялось. Я получаю 1275 рублей. То есть 10275. Плюс еще единственный ветеран Трудая. Вот 420 рублей у нас разница. Мне валоризация ничего не дала, потому что съела вот эта Лужковская надбавка, которую всем остальным добавили, у кого маленький стаж и у кого была маленькая зарплату. Решение правильное. Но если бы на местах оно выполнялось так, как положено, и если действительно человек отработал энное количество лет, и он за эти годы получил столько, сколько он работал, это было бы прекрасно. А так это на самом деле полуобман. Полуобман. Я считаю, что для пенсионеров они у нас и так обижены, что они должны соответствовать, так как они сколько лет отработали в нашей стране, на благо нашей страны. И должно это все, пенсия должна увеличиваться. И они должны жить не бедно, а достойно жить в нашей стране. Валоризация пенсий, которая даст возможность прибавить пенсию тем, кто работал, так скажем, при советской власти, это дело хорошее и очень своевременное. Потому что пенсии были маловаты, а тут от 10 до 40 процентов можно получить прибавку. Это приятно. Вы как пенсионер входите в эту катакт? Да, я в эту катакт вхожу. По-моему, ничего и не дали нам за эти годы. Я 40 лет отработала, а толку никакого. Валоризация пенсии, может, хотя бы где-то не сравняли, вот как сказать. Ну хотя бы им же за трудовую пенсию добавляют. И все-таки они, конечно, рады. Я от валоризации получил отбавку. 2000, даже больше, чем 2000. И вы довольны, да? Довольны. До 1991 года, 17 лет, я проработала, получила 800 рублей. Далее в программе. Москвичи утверждают, что это постройка храм, а специалисты наоборот, постройка не имеет отношения к церковной архитектуре. Да и вообще это здание является теплостанцией, и даже в заключении Москомнаследия сказано о том, что строение в число выявленных объектов культурного наследия не относится. Община храма «Преображение Господника» в Старом Беляеве, которая была создана в 2005 году, не имеет никакого отношения к тем людям, которые сейчас там находятся на улице Новата. Они не являются членами нашей общины. Я стоял у истоков образования общины. Община была создана по благословению Святейшего Патриарха Московской Руси Алексея. Название этой общине давал я, и потом получил я на это название благословение Священного Начада. То есть община была создана в 2005 году, и называется «Община храма «Преображение Господня» в Старом Беляеве». Поэтому у меня возникает первый вопрос. Почему группа этих лиц, группа людей, которые там находятся, около здания теплопункта на улице Новата, почему они именуют себя именем нашей общины? Отец Роман задается и другим вопросом. Почему здание именуется храмом, да еще и в честь «Преображение Господня»? Сначала действительно была такая идея, что здесь, в этом здании находился когда-то, там, до революции православный храм. Доказать это нам не удалось. Хотя в течение двух лет шла весьма такая кропотливая и тяжелая работа в архивах, ни одного документа найдено там не было. Были найдены косвенные документы, но они не устроили представителей правительства, и когда мы их предъявили, нам было сказано, что, ну, для того, чтобы в этом месте построить храм или отреставрировать здание, переделать его потом в храм, этих документов недостаточно. Духовинству был предложен альтернативный вариант – земля в размере 134 соток для строительства. Будущий храмовый комплекс, о котором говорит настоятель, будет выглядеть так, как это показано на эскизах. Но до тех пор был построен временный храм в честь преподобного Иосифа Володского, в котором проходят богослужения, литургия и прочее. А это местная жительница. Она утверждает, что здание и земля церковные, и ни о каком сносе не может идти речи. Мы не хотим, чтобы этот исторический памятник власти просто так вот, как говорится, захотелось, им взяли и снесли под коммерческое строительство. У нас есть документы. Все эти документы все выложены в интернет. Все, что вы хотите узнать, все данные, все это можно найти. Есть архивные документы, прямые архивные документы, которые пытались поднять еще 4 года назад. Видимо, с чьей-то легкой руки были просто-напросто заблокированы, убраны в ящик. То есть прямые документы. Но нам удалось собрать косвенные доказательства того, что это храм. По словам женщины, 4 года назад в защиту постройки было собрано около 5000 подписей. Эта община, которая была зарегистрирована по этому адресу на это здание, она отказалась сейчас от этого здания, потому что у них было более выгодное предложение от управы от префектуры, чтобы им выделили землю на строительство нового храма. Я не знаю, какие мотивы двигали этими людьми, что они хотели. Но мы, как жители, отстаиваем свою святыню, невзирая на то, кто за это брался. Мы будем стоять до конца. Вы смотрели программу «Принцип закона». Если в жизни вы столкнулись с проблемами, пишите нам, и мы обязательно поможем разобраться. Адрес электронной почты на ваших экранах. И помните, закон – это общепринятая норма, обязательная для исполнения. Берегите себя и до встречи через неделю.